Новогодние каникулы это не только отдых, развлечения, но часто и нарушенный режим. После длительных выходных некоторым непросто возвращаться в будничный ритм. В первые рабочие дни многие испытывают усталость, апатию и даже разочарование. В психологии существует такой термин – постпраздничный синдром. Как с ним бороться, узнаем у психолога Олеси Петренко. Здравствуйте, Олеса. Здравствуйте. Вы сами уже вошли в рабочий ритм или все еще в таком постпраздничном состоянии находитесь? Да, я уже вошла в рабочий режим и не сильно из него. Середина первой рабочей недели. Почему за такой короткий промежуток времени, 9 дней, настолько успеваем мы перестроиться на другой лад, на другой ритм жизни, более расслабленный? Почему это происходит? Мы готовимся, все чистим, все убираем, покупаем подарки, настраиваемся на такой эмоциональный подъем. И вот это вот предвкушение праздника, оно уже нас включает на какой-то такой феерию. Мы там предугадываем, что сейчас что-то будет такое, вау, интересное, какое-то свершится чудо, какая-то сказка. То есть это вот такой психологический момент, потому что с длинными майскими каникулами такого не происходит, а именно в новогодние праздники предвкушение чуда, видимо. Да, предвкушение чуда уже нас как бы будоражит. Потом случается сам праздник, и все начинает вот эта эмоциональная воронка закручиваться. Мы ходим в гости, кушаем много разной еды, употребляем алкоголь, дарим подарки. То есть эмоции нас вот захватывают, и мы начинаем вот в этой эмоциональной воронке все закручиваться. Наши друзья, наши близкие, и вот мы начинаем такое уже как бы случилось вот это чудо. То есть мы, вот этот эффект вау случился, и везде, и дома уже не так чисто. И все вот может быть как-то лежит не на своих местах. И все дома, и вот все время какое-то такое эмоциональное, эмоциональное, потом уже может даже напряжение возникнуть от того, что мы вот все не на своих местах, и все лежит не там, где нужно. Вот как плавно выйти из этой эмоциональной воронки, и как не стать жертвой постпраздничного синдрома? Сложно, наверное, потому что мы все равно, у нас сбивается режим, мы больше спим, или наоборот, где-то не спим. То есть мы выпадаем вот совершенно из этого режима. Здесь просто мы четко понимаем, когда нам выходить на работу, когда нам нужно включиться вот в рабочие моменты. Здесь можно что сказать, там может быть как рекомендацию такую дать, да? Там за один-два дня до выхода на работу, или когда нам нужно быть максимально собранными, не планировать какие-то громкие застолья, какие-то употребления там алкоголя, жирной пищи, потому что это все там настраивает нас на расслабление, а нам больше нужно все-таки уже прийти в такой... То есть постепенно настраиваться уже? Ну, постепенно, не то чтобы настраиваться, постепенно отходить от вот этого праздничного гуляния, да? И постепенно, то есть плавно это, конечно, важно, да? То есть мы уже за день, например, как-то пытаемся вернуться в режим. Режим сна, режим питания, режим двигательной активности, да? То есть мы уже стараемся наладить. То есть ставить перед собой какие-то задачи, может быть, цели, да, на которые ты уже будешь работать и которые тебя немножечко соберут? Да, безусловно. То есть мы можем составить какой-то план, план действий, что же мы будем делать, но не такой план, что мы сейчас ворвемся в работу и все сделаем за один день, а наоборот, немножечко снизить вот эту планку, да, для того, чтобы именно плавно войти и не стараться сделать все и сразу. Вот я еще читала, что это связано с тем, когда люди загадывают на Новый год желания, и часто они носят такой глобальный какой-то характер, возможно, не совсем сбыточный, ну, потому что вот на этом эффекте чуда тебе хочется что-то осуществить. Вот, может быть, тогда стоит ставить какие-то цели новогодние, которые осуществимы, и уже выход из новогодних праздников будет легче, когда ты понимаешь, какие шаги предпринять, чтобы достичь поставленных задач? Конечно, лучше, если это будут более реальные, да, чтобы потом не случилось разочарование, что вот, ну, не получилось, что вот все это не работает. Поэтому какие-то достижимые, конечно, ставить желания и мечты. Ну, еще уже не такие большие, как Новый год, но, тем не менее, праздники впереди. Старый Новый год тот же. Можем мы нашим зрителям дать три совета, как оставаться все-таки в рабочей форме, несмотря на то, что праздники еще продолжаются? Ну, безусловно, это двигательная активность, то есть даже там утренняя гимнастика, какая-то прогулка, побольше общения такого в кругу семьи, такого теплого, уютного, да, вот не стараться вот сейчас уже в каких-то сильно эмоциональной, в сильно эмоциональной истории включаться. Употребление алкоголя, ну, понятно, в каких-то минимальных дозах, потому что это тоже нас выбивает из колеи, потом достаточно сложно настроиться на рабочий режим. Ну, то есть уже стараться вести здоровый образ жизни и размеренное общение с друзьями, с семьей. Безусловно, безусловно, правильное питание, чтобы мы могли во всем такой небольшой свой режим все-таки выстраивать. Спасибо, Олеся. Теперь мы знаем, как нам все-таки сохранять рабочую активность, несмотря на то, что праздники продолжаются. Спасибо за советы, спасибо, что были у нас в студии. Спасибо. Спасибо.